всем привет меня зовут яна вы попали на канал леди вискер сегодня мы продолжаем играть в диско элизиум у нас сегодня будет серия не самая легкая потому что нам придется побеседовать с изнасилованной женщиной которая встретилась нам начале игры в общем мы с ней плохо поговорили когда встретили ее начали так что не знаю как дело пойдет посмотрим на ты что им и скажешь так воплати блин пока нет попозже такой душнел от этот чел это пипец кстати какие-то новые дядьки сидят и я таких не знаю она у нас находится по моему то ли здесь то ли здесь а вот здесь по моему ну давайте поболтаем постучать кто там отвечает женский голос из-за двери он звучит приглушенно сам где-то не так далеко лейтенант готовит ее досье классе аманду пишет он ты понимаешь что дальше надо идти с ним в одиночку может быть опасно ну ладно блин я-то думала что мы с ней сегодня поговорим оказывается нет а тут закрыто тогда я даже не знаю что дальше делать куда идти время еще много посмотрим так это у нас на той стороне все даже не знаю найдите сигареты найдите свое удостоверение кто сложил одежду в мусор спросите куна можно с куна пойти поговорить с этим сумасшедшим следуйте потайные вводы но я не знаю как открыть как это открыть блин плохо что мне нельзя без кема туда войти ну ладно но так хотя бы будет безопаснее чем без него так тут ни с кем поговорить нельзя можно вот сюда наверно пойти так столкнуть понятно зац когда нечего делать на работе ты ищешь хочешь что-то что чем себя занять пойдем с куна разговаривать может он нам что скажет кстати вон та женщина стоит но и так понимаю туда нельзя выйти так ты упустил классное зрелище сюда приперся кипт и разъебал дерево щепки он разъебал дерево разъебал как в порнухе если ты хочешь это пресечь надо действовать решительно это куна используя его лексикон так жаль что я не видел но у меня есть несколько вопросов давай выкладывай свое дерьмо блин ну это низкие шансы так что вряд ли вряд ли я смогу так одежда покойного была в мусорном баке как она туда попала куна об этом не знает такая фигня недостойно куна мне нужно узнать вдруг это зацепка в расследовании возможно кто-то поменял что-то на месте преступления о слушай слушай перебивает он куна пофиг на эти мелочи но слушай куна видел чем тут ты тут занят в помойках роешься стыдоба куна может подогнать тебе нормальный шмот типа того что носит сам куна он указывает на свои штаны твоего размера по нормальной цене 500 реалов только слепой не заметит огромную белую надпись фаун на штанине так ладно давай послушаем чем так хороши эти штаны мусор это фаун модулер обтекаемый крой топовая мотня самое то для городского выживальщика сделано в мирове учеными штанологами поверь эта фигня тебе очень нужна он растягивает куртку дает быстро глянуть на завернутые в полиэтилен треники угольно-черного цвета на вид новые такие способны значительно повысить наши шансы на выживание в дикой городской среде физрук грубая сила одобряет эти портки самое то для бег для беговой дорожки а еще ты будешь выглядеть в них кретином так погоди вопрос был о том что случилось с его одеждой должен же ты был ее тут видеть слушай нифига куна тут не видел кроме которого унесли дедуль тебе спорт товар нужен или как может меня интересует штаны вернемся к этому позже так то мусорище улыбается фон погнали не веди дела с мусорами куна он тебя ограбит куна как видишь кивает на ограду куна куна ску тебе не доверяют а без доверия не бывает бизнесом причина недоверия не только в том что ты мусор что-то неявное его тебе смущает но пока не ясно что именно мусорном баке еще была кружка показать кружку что окружка в мусоре это опять твоя фигня про шмотки что ли так связано ли с ними это вполне правдивно не 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 знаю да связано ли с ними это российская кружка ага куна врубился к чему-то куна хорошо соображает злоновано шепчет он ты к тому что мусорам нужен фиг с кружкой потому что это тот же хрен что и со шмотом не слышу куна говори громче куна именно кто-то химичил на месте преступления прибирался тут ух сурово он на минуту задумывается кого-то мудух вот в подвале а фига с кружкой прикуют к батарее он одобрительно кивает куна не знает кто это все туда засунул а если бы и знал не стала стучать но если выяснишь что может скажешь куна кто это ему любопытно он любит складывать два и два ты сейчас мусорнешься куна хватит они подсаживают тебя на стукачество она шипит еще злобнее чем раньше отвалите от моего куна козлы да отскакивает куна мусорскую вонь свою приберите куна менту не товарищ делайте свое дело и валите подальше так давайте сейчас мы сохранимся . что глянуть и попробуем сделать вот так неудача так давайте тогда загрузимся будем до победного ну как до победного он думаешь куна не пофиг мальчик поворачивается к тебе ему действительно все равно проблема не в куна а в куне так воспользуется ощущением попытаться их разделить эй куна ты чё шепчешься шепчет он в ответ он тоже перешел наш опыт принял правила игры но смотри что будет теперь вы о чем там шушукаетесь она произносит бранное слово с особым нажимом хочет чтобы тебе стало некомфортно хочет куна шушукаться и будет шушукаться поняла он оборачивается пригибается давай шушукаться мусор готова он твой но будь осторожнее тут все еще можно налажать не дай ситуации развернуться так чтобы куна выглядел не солидно так даже не знаю что ответить куна послушай меня она пытается тобой управлять нужно вытаскивать все норм он выпрямляет спины поворачивается куне мусор пытался нас рассорить ну вот все он сорвался это было неправильно манипулятивная фраза пойми я тебе помог но не могу сделать все за тебя да блин давайте тогда заново надо его перетянуть на свою сторону не знаю получится или нет и зону опять неудача опять заново не ночью так у нас получилось сейчас посмотрим а что с куны стремная чокнутая какая-то чокнутая напряжённо шепчет он да ты просто не представляешь она не чокнутая она реально сумасшедшая опасная человека мочканула кончала людей небось и мусоров тоже кончай с ним трепаться куна я предупреждаю травишь нас в дерьмо она понимает чего ты пытаешься добиться алё ку скидывает он голову куна не ясно выразился куна сказал он говорит с кем захочет говори мусор куна у руля снова пригибается он к тебе готова ты их разделил он даже повернулся к ней спиной чтобы не читала по губам так она твоя сестра ты чё какая сестра просто бродяга прибилась типа как псина прибилась ага просто вот там была он указывает на дом за решеткой чего-чего куна выкрутив шею девочка смотрит на здание стояла в коридоре мокрая вся куна морщится и продолжает еще тише у сраной полки для обуви в темноте полка для обуви справа ты был там коридоре возле кладовки уборщицы ага там лежала вся сжавшись в кладовке как психичка почему она была мокрая куна не знает все волосы были мокрые по моему она и пола боссала сидела там три дня в углу всегда когда куна выходил говоришь она как-то туда пробралась как не знаю кто-то не запер дверь приходит куна домой она спит под столом под кучей шматья как собака твои родители бати куна пофиг он ее даже не замечает или думает что это куна он указывает на себя все все на куна в каком смысле она кого-то мочканула в том смысле что кого-то убила да да ку убийца он пристально на тебя смотрит в смысле реально убийца он впивается в тебя взглядом зеленых глазенок правда не маловато она силенок бы хватило ты тупой ты думаешь я шутки шучу по-твоему сложно бить жаробаса он тыкать тебя в живот заболтал и ножиком чик наверняка она и мусоров убивала ну то есть я прям уверен ладно и сколько полицейских она убила забудь что куна это сказал куна куна врал тупой он он чувствует на затылке взгляд и умолкает коп для нее слишком велик но если ребенок ее габаритов захочет он вполне сможет убить тех кто и послабее старика бездомного или другого другого ребенка тварь смотрит на вас из-за ограда в ее глазах что-то мечется куна как думаешь она могла убивать других детей куна умолкает отвечает не глядя куна это ему начинает казаться что да ага как думаешь она причастна к смерти покойного да она бы с радостью его разъебала но не разъебала куна тогда тут не было она была с куна где вы были слушай куна тебя успокоит это не мы то истинно миссир говоришь она чокнутая ой на каком языке она говорит говорит это песнь ее народа или типа того какого народа сраных нэков не знаю бывают вещи которых слишком страшно думать нэки и рункары может это какой-то защитный механизм говоришь она чокнутая ага психопатка он подступает еще ближе и не типа как дети психопаты которые кошек живут а реально ого-го ага он смотрит на произведенный эффект реально это как типа как на снаф радио поверь мусор не надо тебе это знать и он даже думать об этом не хочет это не показуха как ты со всем этим справляешься как куна справляется да нормально справляется и вот чего ему не надо так это чтобы ты лес пушкой тут размахивала размахивал как отбитый куна все помнят у куна все под контролем он сплевывает через щель между передними зубами тебе нужен кто-то на подхвате я готов слушай сюда он указывает на свои глаза потом на твои ку под опекой куна он ее защищает кто наехал на куна ехал на куна посмеешь ей угрожать еще раз расчехлить свою пушку попытаешься ее забрать в конечном итоге это главное он хочет чтобы ты воспринял его всерьез я тебя убью свалю когда наденешь на нее браслеты потом подгротусь и прикончу понял пацан смотрит тебе в глаза пытаясь фокусировать черные зрачки услышал ты серьезен лады он натирает пот со лба вот теперь можно и дела делать он тяжело дышит это не просто ему далось дела ага чего надобно куна тебе подгонит говорит он уже не шепотом не подгоняй ему ничего куна спокуха ку он уважает куна куна его заставил кто уважает куна снова поворачивается он к тебе тому всякое подгоняют сделаешь кое-что для куна и он подгонит тебе незаконных наркотиков подсадит мусорка садочек подгонит потом еще клянчить будешь денежная тема мусор на крючке вишь у куна она как сперва напряг потом расслабон сейчас расслабон он подтягивает треники и да про портки это тоже актуально мусорку куна скидка 90 процентов куна гибкий к бомжам куна с пониманием он видит что ты в нужде он разводит руками как пекарь показывающий свое добро на раскрасневшемся лице расплывается улыбка мне эти штаны не нужны потому что во первых мне нет денег во вторых мне надо платить за следующую ночь в отеле что за история с тем что ты перевозил запрещенные наркотики куна у куна это от бати куна с бати знатные барыги он выкатывает глаза капилляры на них разбегаются как ветхи дерева вот откуда у куна скорость беда в том что куна малость поцарапался с бати и теперь на реке стучатся дверь куна улицы обезумели куна кинет на это грязного копа звучит интересно подожди ну давай грязный коп это ты он кивает на здание у тебя за спиной там батя куна он любит драться и на стероидах батя куна хватает и стероида и спиды если его заборешь половина спидов твоя кто твой отец куна батя куна сраный монстр гордо говорит он самый лютый мужик в ревошоле ему вообще на все пофиг и еще он бухает о каких объемах идет речь типа половина уверенно отвечает он половина чего пакета но типа как в этом флаконе полграмма сир полграмма ага его уверенность непоколебима полграмм чека берешь это не слишком много ты вообще о чем полграмма это офигительное топовое вещество такое чистое что его почти не видно его почти не видно потому что почти нет я решил кунашь вот что мы сделаем лады куна слушает так так я пойду туда во имя справедливости я борец с наркотиками куна я это говно конфискую ага подмигивает он конфискую для куна и тебе половина 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 это четверть так то есть цена вопроса четверть грамма просто идешь жилой дом куна знает что ты и так туда уже без мыла пробрался куна все знает он агрессивно указывает на собственные глаза иди в номер двенадцать первый этаж вноси дверь типа как брутальный коп так делает куна ну а потом мочилова будешь заперт в комнате с бешеным нариком вот и все завершает он когда следующий раз придешь куна чтобы вещества были при тебе ладно я пойду я как-то не хочу идти к его бате и бить его убейте от сакуна нахрена я не хочу никого убивать да как-то не выстрелил трус за саны размахался своей перделкой как клоун следующий раз когда наведешь на мне свое говно стреляй она по-прежнему здесь а все потому что ты трус и тебе духу не хватило ее пристрелить ее презрение настолько густое что его ножом можно резать она так вцепилась забор уже что побелели костяшки пальцев уже много дней но тут бурлит от злобы так ладно я пожалуй пошла мне еще надо спросить кое-чего хотя там никто мне не ответит так что значит в дом надо пойти квартира 12 я конечно же ни с кем сражаться не собираюсь по крайней мере не планирую все посмотрим кстати муж с ней так поговорить снова ко мне подбираешься замочить меня хочешь отвали мусор понятно двенадцатая квартира значит это какая 11 значит вот это должно быть 12 сейчас дайте я сохранюсь на всякий случай нет это 10 а где что-то 12 коробочка это балкон это не то это не то что мне надо значит двенадцатая квартира где вот это что ли еще один балкон тут короче на балконе на востоке виднеется бородовое свечение городских огней вдалеке слышен шум машин на город на город опускается ночь какая ночь еще нет на ночи изнутри кто-то наблюдает что это понятно стучать не буду а все тут больше ничего нету мне вот сюда по моему в эту квартиру надо будет потом зайти после девяти вечера до девяти вечера до девяти вечера еще целый час ну что ж ну что ж низкие шансы инструмент так мне надо инструмент какой вот это наверное да возьми то в руки инструмент давай попробуем щелк болторез разрезает цепочку словно нож масло с той стороны двери звенья падают на пол теперь можно просто войти давайте пойдем он по моему он спит так вообще такая это на столе лежит раскрытый телефонный справочник прижимающий стопку квитанции за свет и воду рядом на самом виду стоит небольшая бутылочка с амфетаминами соломинка чтобы удобнее было пить и взять пиды со стола бутылка с амфетами так ловким естественным движением ты прикарманиваешь бутылку уйти бутылка с амфетаминами так убейте возвращайтесь куна вообще я не хочу ему это отдавать можно не буду это делать так я хочу посмотреть что у нас здесь воняет чем-то кислым штаны я возьму чё он спит на кровати лежит груда одежды парка с каким-то с какими-то пятнами несколько полотенец одеяла даже какие-то носки в темноте она похожа на какое-то гнездо значит тут не на что смотреть самообладание у меня чё за штаны электрохимия всё я пошла можно дверь закрыть как-то о всё ничего не было всё ок я украла эту хрень теперь пойдём назад а можно эти спиды кому-нибудь продать хотя получается я сама стану преступником если продаду их ну в принципе пофигу пойду допрашивать в кафешку людей может кто-то что-то знает в принципе мы более-менее успехи несем сегодня и это хорошо это очень хоро-шо так он ничего не знает вряд ли он мне что-то скажет давайте пообщаемся так я ещё кое-что увидел ну ладно может ты что скажешь ладно не хочу ничего знать о насекомых я их не люблю о спасибо не знаю что за ту дверью не знает он ничего в принципе я даже не знаю что делать когда уже вернётся наш напарник мне надо поговорить пойти что ли что со звуком звук какой-то странный прерывается думаешь я разобрался с наркотиками ага и так ты принёс килошку куну он потирает ладони вот как мы поступим сперва дашь куну ему килошку потом кун возвращает тебе половину так я оставлю их себе хватит с тебя наркотиков тебе двенадцать не отдавать наркотики куну лады он стучит пальцем по виску куна знал что ты попытаешься по мусорски его подъебнуть так ему куна у куна котелок варит куна таким не удивишь он смотрит на тебя прищурившись так что куна даст тебе ещё один шанс знай мусор это важный выбор просто офигительно ключевой куна такое не потерпит детальки стоят на место типа как эффект домино трудно представить какая цепная реакция катастроф может случиться если ты не дашь ребёнку пакет амфетамина тик 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 мальчик роняет указательным пальцем во выражаемую кость домино время решать что скажешь это останется у меня ладно ладно он скидывает руки смотри смотри всё куна наебал его карманный мусор только они перешли к делам как мусор послал их нафиг говорила же ему нельзя верить говорила говорила пигалица повторяет это раз шесть или семь говорила он всё спиздит расслабься ку у нас есть ещё не одна килошка под землёй в дереве дело не в этом он поворачивается к тебе дело в твоих с куно отношениях ты проебался как теперь искупишь вину перед куном на самом деле куна не верят что ты не в силах искупить вину нанесён непоправимый ущерб в квартире был учебник Подписанный твоим именем да Да, он краснеет еще сильнее. Ну и чего? Там написано не Куно, а Куно. Куно де Рюйтер. Че ты, Куно, про эту детскую фигню затираешь? Мне нравится. Куно де Рюйтер. Он снова тебя подъебывает. Да иди ты нафиг, знает Куно, что она отстойная. Поэтому Куно и переименовался. Куно может переименоваться во что хочет, хоть... Ага. Не надо переименоваться. Я там осмотрелся, непростая у тебя жизнь в той квартире. Кули, ты знаешь про жизнь, Куно. У Куно есть планы. Отвали. Ага, у нас есть планы. Куно, я видел твоего отца. Ага. Ты как вообще выжил? Там было темно, мы прокрались внутрь, а потом так же быстро вышли. Тебе повезло. Батя Куно пошел за бухлом. Куно знал, что у тебя будет окно возможностей. Хотя теперь Куно жалеет об этом. Надо было тебя засылать, когда он был в жопу накачан стероидами. Лживый ворюга, сраный мусор. Куно разжалобился, больше не повторится. Там куча неоплаченных квитанций за коммуналку. Еще бы. Годы на три ты фигнили, типа того. Догадаться несложно. Да, я угадаю. Батя Куно на них пофиг. Именно. Он раздувается от гордости. Батя Куно пофиг на электричество там и свет. Он хочет только... Бить людей и бухать. Нельзя жить в таких условиях. Тебе нужно найти другое жилье. Ага. Там жопа. Куно переедет под землю. Лероем. Древнюю такую фигню. Будет жить в катакомбах. Ага. Куно в склепе. Похоже, Пиголицу эта перспектива очень радует. Я правильно поступил, не отдав тебе наркотики. Закончим на этом. Нифига не изменила мусор. Только все испортила. Вся эта фигня, типа, как делают соцработники, это все не работает. Оно не работает. Работает только наш путь. И нужно это повторить. При каждом возможном случае закреплять эту версию реальности. Ладно, я пойду. Так. Что тут еще можно посмотреть? Ой. Без лейтенанта ничего сделать нельзя. Автосохранение. Чуть-то автосохранение вдруг началось. Так. Что покачать? Даже не знаю. Авторитет. Восприятие, сила воли, эмпатия. Эти эмпатию прокачаем. Может, это мне как-то поможет в будущем? Так, уже восемь. Где наш? Этот самый. Как его? Ну, вы поняли. Что это? Понятно. Мусорки нельзя покопаться? О, бутылка. Тсс. Тут, по-моему, скупчик разных вещей. Ну да. А это что? Ого, среди всей одежды выделяется одна очень большая красная футболка с мощным принтом. Вот как. О, да. На изображении в обрамлении плавающего огня идет на вас мускулистый качок, сжимая в каждой руке по громадному мечу. За его спиной деревенские лачуги, охваченные пламенем. Под фигурой слова «Хельмдальский огонь». Что за мужик на футболке? Это человек из Хельмдаля, который покидает свою горящую деревню. Полагаю... Он удивлен тем, что ты не узнал героя. Полагаю, я должен знать этого человека из Хельмдаля. Но недавно я потерял память. Теперь мне нужна помощь, чтобы вспомнить самые основные факты о мироздании. Что? Ладно, проехали. Расскажи мне еще раз про этого человека из Хельмдаля. Человек из Хельмдаля – это герой серии популярных книг. В действии разращиваются в вымышленном мире, вдохновлением для которого стала Катла. В основном в тех местах, где сейчас Орда. Он покинул свою родную деревню, Хельмдаль, когда похитили его сына. Побывав в множестве захватывающих приключений, он истребил своими мечами бесчисленное множество врагов, но попутно лишился родных. Это весьма трагическая история. Сколько за футболку? Это очень дешево для футболки с принтов в отличном состоянии. Может, просто отдашь мне ее задаром? Он хмурится. Но почему? Может, я смогу рассчитаться как-нибудь еще? Я торгую товарами, а не услугами. Грубая сила, трепет. Нет, спасибо. Не хочу никаких футболок. Я пошла отсюда. Что тут еще есть? Когда это уже починят? В канале мокнет смятый рекламный щит со словами «Самарийское масло». По радостному лицу сверловолосого мальчишки на плакате приходят две уродливых полосы. Визуальный анализ. «Высокий шанс» называется. Короче, понятно. Не похоже, что тут что-то чинят. Давайте пошляемся, посмотрим. Может, еще что найдем интересного здесь. Хотя это, конечно, вряд ли. Пойдем в ту сторону, посмотрим. Можно посидеть, в принципе. Подумать о жизни. Так, подождать 30 минут. И еще 15. Все, пошли. Теперь можно идти туда. А я и не знала, что можно так делать. Он сказал после девяти. Вот мы идем после девяти. Правда, на следующий день. Но что поделать. Так понимаю, кем вернется только завтра. И нам вообще делать нечего пока что. Так, мне сюда. Да. А теперь сюда. А вон мужик стоит. Как раз. Который мне нужен. Жандамире, вы нашли меня. Молодой человек с балкона широко улыбается и вновь затягивается сигаретой. Его встроенную фигуру подсвечивают городские огни. Далекие улицы от острада сверкают, словно бриллианты. Пятничное настроение. Похоже, он сегодня в хорошем расположении духа. И его рубашка до сих пор расстегнута. Я понял твой намек. Нашел ключ прямо под тем камнем. Чудесно, отвечает он с улыбкой, когда он смотрит на тебя, в глазах у него загорается огонек. Так вы здесь, чтобы снова все наладить? Так. Не просто на... Такая у меня цель, да. Чудесно, говорит он снова. Уличный фонарь отбрасывает тени на его лицо, подчеркивая изящные скулы. У меня для вас хорошие новости. Сегодня у меня воскресный друг. Я рассказала ему про вас. Он хочет поздороваться. Заходите, он уже ждет. Кивает юноша на дверь с номером 28. Сегодня же пятница. У меня... Так, зачем мне встречаться с твоим другом? Вам понравится, поверьте мне. Очень хорошо я поговорю с ним, но сперва я хочу поговорить с тобой. У меня много вопросов. Это мило, но мне правда нечего вам сказать. Вам нужен мой друг, а не я. Он вновь затягивается своей сигаретой без фильтра и осматривается. Становится темнее. Одно за другим загораются соседские окна. Внизу кошка проходит по двору и исчезает. К тому же мне пора бежать. Он снова ставит тебя в одиночестве. Это грустно. Что-то подсказывает тебе, что ты никогда больше не поговоришь с такой яркой и загадочной личностью. Куда бежать? Город. Он жестом показывает куда-то в сторону далеких автострад. Сегодня чудесная ночь. Только если ты пообещаешь, что мы еще поговорим, это важно. Мы поговорим, уверяет тебя, курильщик, запустив пятерню себе в волосы. Просто не сегодня. Берегите себя, ладно? Говорит он с очередной обезоруживающей улыбкой, а потом растворяется в ночи. Он снова ушел. Похоже, это входит у него в привычку. Так. Квартира 28. Это, я так понимаю, это квартира. Интересный друг у него, конечно. Так, это что? А есть вот что-то, что можно стырить. Фига себе. Халат какой интересный. Ну, давайте поговорим, но я хочу посмотреть, как это выглядит. Жесть. Как я выгляжу? Я просто отпадный коп. Кошмар. Шапка. Ужас. Так, где мои штаны? Ха-ха-ха. Так, это я, пожалуй, уберу пока. Слыхал, магний, вот что тебе нужно. Ты такой дохлый из-за нехватки магния. Да, у меня все нормально с магнием, отбросить мысль. Так, ну давай поговорим. Сотрудники Ревашольской гражданской милиции, одеты в повседневном деловом стиле, мужчина расстегивает запонки. У него чистые ухоженные руки. Этот человек понимает, насколько важна внешность. Меня зовут Шарль Вильдруа. Я чиновник в коалиционном правительстве. Работаю на институт цен по заданию из Сюр-Ля-Кле. Я слышал, как вы заговорили снаружи с моим другом. Замечательно, супер. Я готов помочь вам, как только смогу. Спросите меня о повешении. Повешение? Какая скука. Он выглядит культурным джентльменом. Лучше поговорить с ним о более тонких материях. Так, прежде чем мы перейдем к этому, расскажите, где взяли этот чудес? Где взяли халат? О, это из ателье в торговом центре Восточной Дельты. Лично мне он кажется немного неуместным в отношении культуры, но материал отменный. К сожалению, сейчас эта ателье закрылась. Собственно, это все, что я могу рассказать. Он складывает ладони домиком. Из-за балконной двери тянет холодом. Так, давайте на этом закончим. Время уже достаточно много. Спасибо, это все. Мне нужно идти. Минуточку, офицер. Вы узнали от меня все, что хотели? Боюсь, что после того, как вы уйдете, мы уже больше не сможем поговорить. Сейчас. Подождите. Я никуда не ухожу, просто хочу смотреться в квартире. Конечно, без проблем. Здесь очень красиво. Он бросает взгляд на часы. Скажите, если у вас еще будут вопросы. Сейчас я сохранюсь, чувак. В общем, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии. И добавляться в мои социальные сети. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok